На Алтае свыше миллиона зарегистрированных транспортных средств. Притом за последние 10 лет число машин выросло на 180 тысяч. Несмотря на трудные времена с пандемией и специальной военной операцией, люди продолжают приобретать автомобили. Притом, согласно статистике прошлого года, затраты россиян на покупку новых экземпляров увеличились на 70%. БУ моделей на 45. Самый большой, так скажем, момент в ценах, это был, наверное, год 23. В прошлом году, когда там прям люди покупали, переплачивали от средней цены, там готовы были переплатить 200-300 тысяч за вторичную бушную машину, то на сегодняшний год сейчас такого нету. Люди возьмут подешевле, но состояние похуже. На сегодняшний момент рынок в Алтайском крае, по словам экспертов, просто застопорился. Вторичный рынок автомобильный, он стоит. То есть продаж особо нету. Если раньше, допустим, было 5 автомобилей и было 10 покупателей, как бы на это 5 автомобилей, то сейчас 5 автомобилей, только один покупатель. И он будет ездить, выбирать лучше, 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 и где выгоднее по цене, ну и, соответственно, по состоянию. Желающих продавать поддержанные экземпляры тоже поубавилось, утверждают специалисты. Самый популярный вопрос, а что сейчас взять за эти вырученные деньги? К тому же люди боятся продешевить из-за неопределенности рынка. Смуту внесли новые правила по увеличению утиль сбора, которые начали действовать в октябре. Эксперты тогда предполагали, что цены на новые автомобили вырастут на несколько сотен тысяч рублей. Вслед должен был подтянуться и рынок поддержанных машин. Ну, пока ничего не чувствуется на рынке. Пока нет никаких моментов поднятия цен. Просто был, так скажем, такой ажиотаж, что все ждали. То есть, вот я, по крайней мере, на Западе знаю, с людьми разговаривал, по автомобилям звонил. Но мы, наверное, не будем продавать. То есть, у меня несколько раз была такая машина висит на сайте продаж. Человек говорит, я ее сниму с продажи, я подожду 1 октября, что будет 1 октября. Вот, пожалуйста, сейчас конец октября, никаких моментов, ничего нет. Ну, и, соответственно, продаж на вторичном рынке тоже нет. Тем не менее, экономисты уверяют, что автомобиль нужно брать сейчас. Дешевле они не станут. Главное – убрать эмоции и соблюдать финансовую грамотность, чтобы потом не питаться только лапшой быстрого приготовления. Интересные есть кредитные предложения, особенно если мы берем там новые, новые автомобили, да, там и 4, и 6% сейчас предлагает рынок. Да классно, здорово. Вы сядьте, посчитайте. Если вы финансово тянете, да возьмите даже в кредит. В первую очередь нужно определиться с бюджетом. Некоторые эксперты утверждают, что в нашей стране машина должна стоить не больше годового дохода. Согласно статистике, на приобретение дешевого отечественного автомобиля в России уйдет в среднем более 15 зарплат. По миру это 11 место. У экспертов финансового мира есть еще другой показатель. Автомобиль должен стоить не дороже 10% твоего капитала. Притом считать нужно не только стоимость автомобиля, но и все сопутствующее. Страховку, постановку на учет, расходники в виде резины и топлива. В случае с поддержанным автомобилем зачастую 10% стоимости машины нужно вложить в первоначальное обслуживание. Так что, если хотите купить неплохой бюджетный БУ-вариант, к примеру, в Алтайском крае, готовьте выложить не менее полумиллиона. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.